Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроумно, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. С первыми весенними лучами солнца кот так и просится на улицу. Потом, конечно, возвращается он уже не один, а со своими новыми друзьями-клещами. Клещам такая дружба в самый раз, а вот коты от этого явно не в восторге. Поэтому пришлось научиться от них избавляться. Так сказать, любишь кота погладить, люби и клещей вытаскивать. Любить вряд ли получится, но научиться делать это правильно просто необходимо. Клещи – пренеприятнейшие паразиты, которые лакомятся кровью. У них 8 лап, овальное тело, маленькая голова, которая при укусе полностью погружается в кожу жертвы. При этом они раздуваются, наполняются кровью, страдают от них же и животные, и люди. Пик их активности припадает на конец мая и начало сентября, но подхватить их можно как только потеплее. Они переносят ряд заболеваний, поэтому избавляться от них нужно быстро и грамотно. В зоне риска не только уличные коты. Домашние кошки могут быть атакованы клещом, который, к примеру, попал в дом с хозяином. Так что бдительность в любом случае не повредит. Конечно же, лучше отвезти питомца к ветеринару, но такая возможность есть не всегда. Да и в том случае, как у нас с Семеном, просто не наездишься в клинику. Так что стоит знать, как вытащить клеща в домашних условиях. Снять клеща нужно как можно скорее. Симптомы клещевого укуса у кота возникают на третьи-десятые сутки. Они следующие. Зуд в месте укуса, воспаление, припуклость. Кошка может потерять аппетит и быть в ялой. Если заметят, что с питомцем что-то не так, то нужно тщательно осмотреть его на наличие кровососа. Чаще всего клещи выбирают места с нежной кожей. Шея, живот, уши, пах. Просто прощупайте тело животного, запустив пальцы в шерсть. Итак, клеща ты обнаружил. Теперь нужно действовать. Чтобы сделать процедуру наименее неприятной для любимца, нужно сделать все аккуратно и правильно. Перед тем, как начать успокой, животное погладь его. Не стоит действовать агрессивно и пугать бедолагу. Ему и так досталось. Вытащить паразита можно тремя приспособлениями. Тик, твистер, ручка ласса или же обычный пинцет, но это на крайний случай. Начнем с самого простого. Тик твистер – это специальное приспособление для излечения клещей, которое продается в любой ветеринарной аптеке. Очень полезная вещь, в хозяйстве пригодится, так что рекомендуем обзавестись. С этим приспособлением все очень просто. Оно похоже на маленький гвоздодер. По коже трик пистер подведи под голову клеща и затем вытягивай его вверх вращающими движениями. Следующее приспособление – ручка ласса, которую каждый может изготовить у себя дома. Все, что тебе понадобится – это ручка и нить. Нужно просто разобрать ручку, вынуть стержень, после сложить нить вдвое и просунуть в ручку так, чтобы получилась петля. В целом устройство готово. Петля накидывается на присосавшегося клеща, а свободные концы нити аккуратно натягиваются, чтобы зафиксировать клеща. После вращающимися движениями паразит вытаскивается из кожи животного. И последний вариант – пинцет. Но при его использовании очень великий риск раздавить паразита и не удалить его полностью. Но на крайний случай пригодится и он. Пинцетом нужно плотно зажать паразита, но так, чтобы не повредить, а после аккуратно извлечь вращательными движениями. Запомни одну важную вещь – нельзя просто вырывать клеща из кожи животного, да и с человеком та же история. Это может привести к тому, что клещ разорвется на две части или голова его останется в коже, продолжит отравлять кровь, а потом еще вызовет нагноение. Так что чем бы ты не вытаскивал паразита? Только вращающие движения и только вверх. И еще одно – никакого растительного масла. Не нужно лить его на место укуса, это неэффективно и отнимает слишком много времени. После извлечения паразита обработай кожу животного антисептиком, а после следи – сходит ли воспаление и нет ли нагноения. Через несколько дней все должно сойти. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в инстаграме и фейсбук, ссылки есть в описании. Всем пока!